Всем привет, это Артём Бёргман и канал Art of Visual Orgasm. Сегодня речь пойдёт об одном из лучших фильмах прошлого года, который смело может нести звание из самого странного фильма. Он прекрасен своей историей, операторской и актёрскими работами. Фильм имеет множество интересных аспектов, но я хочу обратить внимание на звук и музыку. И это первое эссе, которое будет посвящено исключительно этим аспектам киноязыка, о которых не принято говорить много. И сразу же хочу вас предупредить, что видео содержит спойлеры, так что будьте внимательны, я предупреждал. Вообще, «Маяк» всячески напоминает немое кино, да и первая реплика в фильме произносится лишь на седьмой минуте. Это не очень характерно для современных фильмов, которые пытаются либо включить постоянную болтовню, либо постоянно использовать музыку. В этом плане стоит заметить, что «Маяк» крайне избирателен. Музыка в фильме используется уместно и, что самое главное, в нужные моменты. Здесь нет ощущения фоновой музыки, чтобы забить эфир. Таким образом, музыкальное сопровождение сразу же акцентирует наше внимание на моменте. При этом важно отметить, что «Маяк» часто создает ритмичное акустическое пространство. Это ритмичные звуки гула «Маяка», о котором мы еще поговорим, ритмичные звуки настенных часов, шагов и машины. И все они достаточно ярко выделяются на фоне, особенно за счет отсутствия музыки. Вообще, ритмичность в драме чаще создает гнетущее чувство. И если прибавить к этому черно-белое изображение и темное повествование «Маяка», то получается такой очень темный коктейль, в котором звуковое пространство расширяет своим ритмом драматургию фильма. Также важно заметить, что ритмичный звук в этом плане имеет больший потенциал, чем просто ритмичная музыка. Ритм звука создается за счет чередования. Звук «Тишина». Вследствие чего любой звук становится более акцентированным после «Тишины», чем и пользуются создатели фильма. Уже на начальных титрах нас погружают в атмосферу кинокартины. Давайте рассмотрим титр самого названия фильма. Он появляется на экране именно в момент гула «Маяка», который является лейтмотивным звуком всего фильма. Он слышен абсолютно везде и его можно заметить чуть ли не в каждой сцене. Сам звук носит угнетающий характер и его появление уже на начальных титрах сообщает нам о его важности и сразу же вводит нас в довольно мрачное повествование, как, впрочем, и сама музыка в этих титрах. Еще бы я обратил внимание на звук чаек в начале фильма. Этот звук совсем отличный от тех умиротворяющих звуков океана, что мы часто слышим в кино. Давайте сравним вот этот весьма знакомый звук «Чаек и моря» и тот, что в фильме. Чайки в данном случае звучат более зловеще. Создатели «Маяка» уже изначально конструируют враждебное акустическое пространство фильма. Здесь нет никакого романтичного образа моря. Водяная гладь здесь скорее источник опасности, а не жизни. Обратите внимание на этот кадр. Здесь мы толком ничего не можем разглядеть и понять. Детали теряются, небо тяжело отделить от воды, и в силу этого наш слух обостряется. Мы еще больше прислушиваемся к звуковому сопровождению, и оно становится для нас как бы путеводной звездой. Начало фильма с акцентом на звук приучивает зрителя к тому, что аудио-сопровождение имеет исключительно важный характер. Затем идет нарастающий звук, апогеем которого становится монтажная склейка, и мы переходим к носу корабля. Причем важно заметить, что склейка ритмично нарастающим ударом, что упрощает наше восприятие. И далее то, что в фильме встречается достаточно часто, то есть склейка между сценами на резком звуке. Давайте рассмотрим еще примеры такого приема. Такие склейки не только отлично помогают отделить одну сцену от другой, но и работают как эффект удара молотком по голове. Зритель отвлекается на этот резкий звук и не сразу замечает, что уже началась другая сцена. Такой прием помогает быстро зацепить и удержать внимание зрителя, который уже и так приучен к фильме к тому, что звук имеет очень важное значение. Теперь давайте рассмотрим самые интересные творческие решения фильма с точки зрения монтажа звука и музыки. Поговорим об этой весьма забавной сцене. Здесь мы слышим пердеж персонажа Дефо. И затем его как бы подхватывает музыка, которая по звучанию очень подходит на звук пука. Этот звук в связке с музыкой создает нелицеприятную ассоциацию. И далее по сцене она проявляется еще интереснее. Герой Паттинсона открывает колодец и мы понимаем, что оттуда воняет. А эта музыка, начало которой было положено пердежом из прошлой сцены, усиливает чувство героя и как бы передает физиологическое ощущение смрада за счет ассоциации с пердежом в начале. Ну пиздец я загнул. Давайте рассмотрим вот эту сцену. Здесь музыка акцентирует внимание на раскрытии тела человека в воде. Композитор в саундтреке чередует низкий и высокий нарастающий звук оркестра, создавая ритм и усиливая тем самым нижний регистр. Но самое интересное происходит в наивысший момент напряжения, когда герой уходит под воду. Здесь музыка обрывается и наступает тишина, которая идет в контраст с предыдущей, достаточно насыщенной звуком и музыкой, частью сцены. При этом такой прием передает и физиологическое ощущение пребывания под водой, когда звуки становятся глухими и едва различимыми. Такой ход усиливает драматургию сцены и показывает силу звукового ряда не меньше, чем визуального, который в этой сцене, кстати, также бесподобен. Теперь давайте рассмотрим, как интершум, то есть звук среды, может творчески использоваться в диалоге. Во время реплики героя Дефо звук ветра усиливается и тем самым подчеркивает ее, как бы ставя на ней ударение. Такое акцентирование на словах о смерти отлично работает на драматургию в этом моменте. А вот это один из самых концептуальных монтажных переходов между сценами. И это самая креативная сцена мужской мастурбации за всю ее историю. Здесь используется монтажный прием шторка. Камера наезжает на актера, а затем в следующей сцене мы видим темноту. Дверь открывается и там наш главный герой. Но весь смак сцены заключен в звуке. Персонаж мастурбирует и в момент оргазма происходит склейка. А в следующей сцене слышен мягкий звук прибоя, который, как бы это сказать, ассоциируется с семи извержением. Да, точно как-то так. То есть в данном случае звук передает физиологическое ощущение эякуляции. Гениально! А вот еще один мачкат по шторке с интересным звуковым переходом. Звук часов при переходе из одного интерьера как бы подхватывается в следующем. В итоге, помимо сохранения единого визуального пространства путем перехода через черное, авторы фильма сохраняют и единство пространства акустического переходом через стик часов. И тем самым создается монтажное ощущение непрерывности. Давайте рассмотрим следующую сцену и еще одно превосходное решение по звуку. Сначала мы слышим довольно плотное звуковое сопровождение в виде музыки дождя и гула маяка. Затем мы переходим на субъективный план и звук становится тихим и приглушенным, будто исходит как бы извне. А вот при смене плана мы видим девушку и это субъектив главного героя. Звук по-прежнему исходит будто извне. Таким способом создатели фильма подчеркивают переход от объективного восприятия реальности к субъективной. Дальше звук начинает нарастать, при этом стоит отметить его низкий характер. А вот когда девушка просыпается, мы видим настоящий скример, то есть прием характерный для фильма ужасов с резким неожиданным действием. В данном случае это крик и пробуждение русалки. При этом крик девушки находится по большей части в верхнем регистре, что идет в контраст с прошлыми низкими звуками и это усиливает скримера. Когда герой убегает, мы видим, что он тоже кричит, но при этом мы слышим крик русалки. Что самое интересное, мы не возвращаемся к плотному интершуму сцены, мы по-прежнему в некой субъективной реальности. И тут как раз звуком авторы намекают нам о том, что происходящее вокруг – это плод воображения главного героя. А вот в этой сцене происходит очень интересный переход от враждебной акустической среды, характерной для всего фильма, к более безмятежной. Здесь мы слышим приятные звуки чаек и мирные звуки прибоя. При этом используется звуковой контрапункт. Эти приятные звуки конфликтуют с визуальным рядом, в котором главный герой на поводке ведет своего напарника. Таким приемом на контрасте режиссер еще больше подчеркивает ужасные изменения главного героя. И что самое интересное, мы не слышим этот зловещий звук маяка в этой сцене, который был почти всегда во всех сценах, по крайней мере на натуре. Вот так творческие авторы маяка подошли к звуковому сопровождению своего фильма. Сама кинокартина – это настоящий аудио-визуальный перформанс, который хочется больше слушать, чем смотреть. Авторы фильма показывают нам, как сильно может звук влиять на наше восприятие и рождать новые ощущения. С вами был Артем Бергман. Если ты хочешь лучше понимать кино и узнавать о том, о чем вообще на ютубе никто толком-то и не говорит, то смело подписывайся на канал и ставь этому видео лайк. Свои мысли и впечатления пиши в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр и до хранит вас Отец Наш Небесный Серега Эйзенштейн. Всем пока!